96-84. Победой Старого Соболя завершился первый домашний матч тагильской команды в межрегиональной любительской баскетбольной лиге. Встречались Соболя с Югрой и Сургута 14 декабря. Это очень представительный массовый турнир первых дивизионов, в котором мы сейчас играем. Это команда Уральского федерального округа. Их семь на старте. В результате предварительного этапа и потом матча ИПО определится победитель, который будет представлять уже Уральский федеральный округ в сентябре в Москве на суперфинале вот этой межрегиональной любительской баскетбольной лиги. В первой половине матча баскетболисты каждой из команд набрали более полусотни очков. 56 Старый Соболь, 53 Югра. В составе команды Старого Соболя сыграли уже знакомые тагильчанам спортсмены. Я пытался найти компромисс, чтобы одни с другими могли понять друг друга во время игры. И когда, допустим, цветнотно сейчас пик ликс настанет, чтобы мы могли применить какие-то взаимодействия, чтобы мы друг друга понимали. Алексей Вагнер набрал 17 очков, Сергей Низамудинов – 20, Кирилл Южов – 21. У гостей ключевым игроком в этой встрече был Павел Хомяков. Он сделал дабл-дабл, набрал 17 очков и совершил 14 подборов. 16 декабря Соболя провели еще одну домашнюю игру. Соперниками тагильчан стали баскетболисты челябинского челбаскета. В этой встрече наша команда вновь показала высокую результативность и набрала 97 очков. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы взять верх. Итоговый результат – 97-109 в пользу челябинцев. Следующие матчи в рамках межрегиональной любительской баскетбольной лиги Старый Соболь проведет 8-9 января в Челябинске.